Наряду с другими муниципалитетами области, Десногорск также принимает свои особые меры по противодействию коронавирусу. Некоторые из этих мер глава области Алексей Островский отметил в первые минуты встречи. При въезде в город работают сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии. Измеряется температура тела у всех, кто хочет въехать в Десногорск. Те, кто не имеют регистрацию в городе или не должен здесь находиться по долгу службы, в город не пропускаются. Частью превентивных мер стало эффективное взаимодействие администрации Десногорска с городской медсанчастью, силовыми структурами и местными предприятиями. Об этом сообщил глава Десногорска Андрей Шубин. Совместно со Смоленской администрацией, Советом руководителями, принято решение по оказанию нашей медсанчасти благотворительной помощи. Кто-то из предпринимателей и руководителей предприятий подчисляет денежные средства напрямую в медсанчасть, а все, что необходимо, средства защиты, перчатки, маски, моющие средства, мы аккумулируем здесь и передаем в медсанчасть. В то же время, перепрофилировав свои действующие отделения, медсанчасть организовала инфекционный госпиталь. Это временная необходимая мера, которую предприняли все больницы страны. Развернуто на базе родильного отделения, новое инфекционное отделение. В общей сложности мы сможем принять примерно 40 больных. Далее идет взаимодействие уже с региональным здравоохранением, и пациенты оперативно, если развиваются осложнения, направляются в инфекционный госпиталь на базе клинической больницы номер один. В особых условиях функционирует и Смоленская АЭС. Предприятие продолжает реализовывать меры по защите своих сотрудников от коронавирусной инфекции. Губернатор отметил, что главная задача местной власти – не допустить стремительного распространения инфекции. При этом действующие меры Алексей Островский назвал эффективными и крайне своевременными. Я вижу, что мой указ в введении карантинных мероприятий на территории Десногорска, где находится Смоленская атомная станция, выполняется в полном объеме. Рассчитываю, что это позволит оградить Десногорск от эпидемии коронавируса. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.